Привет! Привет! Всего два дня назад мы были в эфире и думали, что все плохо. Оказалось, что все стало только хуже. Росавиация ограничила количество прибывающих в аэропорт до 500 человек в сутки со всего мира. А это значит, что по всему миру в аэропортах застряли люди. Имеется в виду аэропорты города Москвы. И 500 человек могут прилетать непосредственно в Шереметьево, а другие аэропорты? А такая ситуация происходит по всему, по всей России. В Санкт-Петербурге тоже аэропорты закрыты? Все аэропорты могут принимать только по 200 человек в сутки. Что это вообще за хрень? То есть, если вы хотите, например, тратить по одной минуте на 500 пассажиров, как вот этого одного рейса, допустим, вы потратите 10 часов в аэропорту. Ради этого все это сделано. То есть, чтобы каким-то образом сдавать тесты, может быть, это я бы понял. Но нет, люди прилетают и спокойно идут в карантин домой. Это в Москве. Вторая новость с этого дня. Главный врач, такой же, видимо, умный, как предыдущий Анищенко, я не знаю его фамилии, забыл и мне она не нужна, сказал, что нужно всех, кто прилетает в Россию, на карантин. Всех, кроме москвичей. Ну, москвичи идут на домашний карантин под свою ответственность. Какого перепуга и почему именно они в Москве наибольшее количество случаев заражения коронавирусом? Почему? Надо их сначала мариновать по аэропортам мира, потом привозить в Шереметьево. Никакого тебе контроля. Никто не тратит ту самую минуту, две, пять, десять. Никто не отвозит их для нормальных процедур. По взятию тестов, может быть, какие-то специальные площадки для этого должны быть оборудованы. Пожалуйста, привезите, всех проверьте, отпустите. Зачем их мариновать по аэропортам мира? Конкретно Бангкок. Больше всего 15 тысяч человек так или иначе должны будут добраться до дома. У них нет другого выбора. Моя знакомая, которая отдыхала на Самуи, должна была улететь сегодня. О том, что их рейс отменен, она узнала вчера. Аэрофлот предупредил, что будет борт пятого, но потом выпустили новое постановление о том, что будет один борт 6-го числа. К этому времени в аэропорту находились пассажиры предыдущих трех уже бортов. И до 6-го числа, когда пришлют один еще борт, все эти люди будут ждать там. Как вы знаете, в Новосибирске, видимо, по распоряжению того самого главного врача, всех отвезли в какой-то дом престарелых. Забили на ключ, не давали воду, какое-то гребанное питание времен совка, столовки, как всегда. Все позаботились о своих гражданах. По телеку сказали, всех вывезли. Ростуризм отрапортовало, что всех мы вывезли. Осталось 140 человек. Какие 140 человек? Если это речь о туристах, привезенных рейсами, чартерными, то может быть. А что все остальные будут делать? Сегодня Владивосток тоже самое, я так понимаю. Там кто-то прорвал какие-то кордоны. Я уже устал, кстати, потому что не хочу там видеть вот этих наших соотечественников, которые плещут ядом о том, что вы везете к нам заразу. Я просто не перестаю им удивляться. Если что, то в Таиланде 104 случая заражения сегодня. По сравнению с 756, там или сколько, в России. Население Таиланда 70 миллионов, население России 140 миллионов человек. Бинго! Кто кого будет заражать? Несчастные люди, которые летят отсюда с острова Самуи, где три случая заражения. Да, сегодня, к сожалению, подтвердили третий. Прилетят и будут заражены местными жителями, которые не отдыхали в Таиланде. Теперь опозитили. На Самуи все еще летают самолеты, имеется в виду внутренние авиалинии. И будут сохранять один рейс, или там сколько-то, Нок-Эйр из Суратани. Да, с 7 числа, к сожалению, Бангкок-Эйр-Вейс отменяет рейсы в столицу. Будет ходить, вот, Нок-Эйр из Суратани. Пока что известно так. Ну, может быть, часть каких-то автобусов. Ну, что-то типа спецрейсов. И ежедневно нам в 14.00 пиар-служба правительства Таиланда докладывает о том, как и где, какие меры принимаются, где какие ограничения вводятся, сколько человек заболело, в каких провинциях и почему. То есть, например, зрители футбольного матча Бурирам. А почему футбольный матч не отменили? Ну, это те самые первые зараженные. Они по цепочке так и дают следующих. Ну, то есть, пока не остановишь вот эту цепочку распространения, что и делают власти Таиланда. Я хочу донести мысль, что премьер-министр Таиланда ежедневно отчитывается. И это переводится на английский язык. Что делается для нас, для граждан России, в России? Пока что только то, что мы видим. Запрет, запрет, запрет. И не едьте к нам, потому что вы всех перезаражаете. К нам начали ехать из Бангкока, из Паттайи, из Пукета еще летают самолеты. И они же все нас подзаражают. Не будь как они в России. Не буду. Прилетайте, пожалуйста. Только заранее сделайте тест на коронавирус. Мы вас ждем. И в порту стоит медицинская бригада, которая проверяет те, кто прилетает. Или, точнее, в порту приезжает на пороге. И их данные вносятся в программу. Что, я считаю, отличные меры. Ты закончил? На этом все. Пока. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok